Всем привет дорогие друзья, с вами Феостова, на это очередное видео посвященное игре кризиса. Итак, друзья, мы продолжаем. У нас ивент лихорадка, 5 дней, 15 часов остается до конца. Помните, в прошлом видео нам не хватало вот сюда десантников. Я их докупил, одного за алмазы, одного еще за золотишко пришлось прикупить, но мы главное переждали, хотя бы на одном сэкономили. Что еще сказать, вот эту миссию за 2 пси батареи я вообще уже не собираюсь ее проходить, но ее к черту. На нее в любом случае при моем уровне войск придется тратить какую-то элитку, а мне в принципе, ну я не знаю, ну как-то жалко. Я на нее и так потратил и даже не справился, то есть туда надо вот что-то значительное выпускать, ну и действовать, конечно, правильно. Зачем? Я лучше вот эту миссию на одну пси батарею 2 раза выполню. Причем я хотел бы отметить, что вот я ее прошел сколько там, 3 раза, да? Сейчас она мне кажется стала действительно сложнее, потому что вот я ее сейчас за кадром пробовал пройти и не справился. Ну как бы я ее пробовал пройти вот так, только пехоты и только пулеметчики, но до этого они справлялись, а сейчас не справились. То есть она, видать, с повторением становится все-таки сложнее, да, чем чаще вы на нее ходите, поэтому в этот раз мы сюда возьмем танк. Ну и наверное все, что мы сюда возьмем. У нас в принципе больше ничего такого. Ну можно джип, товарища джипа взять одного. 475 урона по пехоте. Я ему, кстати, маленько, видите, прокачал подкалиберную очередь. Ну и в прошлом видео я говорил, что как бы говорил, что сейчас начну ему качать способность, а урон по танку мне в принципе не нужен. Но я что-то заглючил тогда, потому что я не заметил, что он у меня еще пока что первые стадии или как первого звания, что он не получил второго звания. Так что надо качать сейчас ему на максималку урон по технике и потом заново качать показатели здоровья, урона по пехоте, ну и опять же урона по технике. Так, ну ладно, что ж, ждем пока наша миссия загрузится. Ну вот не смог, да, я за кадром пройти с простыми войсками. Думаю сейчас с танком, с товарищем джипиусом мы справимся. У нас тут очень на старте сильно прессовать начинают, я не знаю, может быть как-то маленько влево чуть-чуть один отряд отправить, чтобы он отвлек вот этих парней. Я не знаю, может вообще отвлечь левый фланг одним отрядом. У меня такая мысль рождается, а других уже пустить по прямой, чтобы им никто не мешал. Или все-таки всех одним руслом отправить. Нет, давайте сделаем вот такой вот ход конем, не знаю насколько это будет правильно. А уже все остальные отряды пойдут у нас прямо. Здесь заряжают, здесь в самом начале больше всего заряжают по пехоте. Я как-то попробовал ее спасти, но как-то по-моему коряво я это сделал. Смотрите-ка, а левый отряд у нас весь разбили. Полностью. По-моему не самая лучшая идея была налево отправлять парней. Ну сейчас тут кто-то появится, по нему сразу танк Шандара. Больно ему наверное будет. Танк давай. Баба. Тут еще один отряд должен появиться. Ну я думаю мы вот сейчас на этих поставим метку. Ну вот да, с танком, с джипом. Даже наверное джип не нужен. В принципе танка бы хватило или возможно одного джипа бы хватило. Хотя джип у меня не особо прокачан, поэтому я на него пока что ставки не делаю. Но он уже хотя бы стал какой-то боевой единицей. Раньше он у меня вообще ничего не мог на поле сделать. Сейчас он хотя бы урон вносит из-за спин других. Он по-прежнему не особо прочен и долго не живет. Но урон вносит свой. Вон видите, два раза его на 6000 ударили. Все у него, яйца почти не осталось. Смотрите, как интересно. Я помню, как я раньше эту миссию проходил. Вот раньше она действительно была проще. Потому что мои войска, я помню, они вот сюда уже к флагу шли. А вот с этой точки кто-то появлялся. Им приходилось разворачиваться, идти добивать. Потом они опять шли к флагу. Потом опять тут кто-то появлялся. Ну в общем раскидывали врагов очень быстро. В этот раз уже посложнее. Но тем не менее, все вполне реально. Забираем еще одну пси-батарею. Кстати, делаем до заказ войск. Надо сейчас посмотреть, сколько у нас вообще этих пси-батарей. Может быть что-то прикупим заодно сразу. Вот эти миссии, знаете, миссии, на которые надо сдавать тонну пси-батарей. Мне их как-то проходить не особо хочется. Это вот эта вот миссия. Даешь апокалипсис. Я не знаю, но я их как-то перестал. Ну, в последнее время я их вообще не прохожу. Эти миссии в ивентах. Потому что награду за них дают, на мой взгляд, несоизмеримую тем пси-батареям, которые мы на них тратим. Мне кажется, лучше вон там что-нибудь, технику какую-нибудь купить. Или каких-нибудь солдат. Вот, например, миротворцев, партизан. Почему бы и нет? Миротворцы стоят 5 пси-батарей. Это у нас получается какой-то элитный джип. 400 урона, 75 тысяч здоровья, 33 тысячи урона по технике. Урон по технике выглядит очень внушительным. Я не знаю, где бы какой-нибудь джип для сравнения. Ну вот, есть джип для сравнения. У него 99 тысяч здоровья. Покрепче будет. У него всякие способности. У этого тоже есть способность ракетного залпа. 1200 по пехоте. Но этот в два раза мощнее. По пехоте заряжает. Ну, можно взять. Почему бы и нет? Можно взять его. Можно взять вот этих партизанок. Парочку отрядов. Можно подкопить, взять миротворцев. Что посоветуете? Давайте пока что не будем тратиться. Еще подумаем, кто нам пригодится. Вот, например, на эту миссию. Два жетона за нее дают. Сразу активирую всю поддержку. Мне кажется, эта миссия должна быть уже очень сложной. Ну или такой внушительно сложной. Ну, я не знаю, что. Так, так. Может быть, пока что пробными отрядами сходить. Хотя бы просто посмотреть. Или сразу выставить что-нибудь такое. Этакое. Элитную технику нам здесь не дают использовать. Ну, можно там, я не знаю, роверов потратить. Или вертелей. Ну, давайте, допустим, у нас пойдет ровер. Миссия на два жетона. А мне уже охота всю элиту туда вбухать. Ладно, давайте вот сначала... Сколько у нас там танков? Не так жалко. 42 танка, 7 джипов. Ну, давайте джип не будем тратить. Один скат. Вот сначала просто протестируем, что из себя эта миссия представляет. А потом уже будем для себя делать какие-то выводы, насколько мощную элитку туда стоит тратить. Так, друзья, мы загрузили. Что у нас здесь? Нам там что-то мужик вначале говорил, но я не успел запись нажать. О, смотрите, какой глюк. Я вот у кого-то смотрел тоже видеопрохождение. И здесь тоже был вот такой глюк. И у меня такой же. Такой за экране. Так, ну ладно. Что у нас здесь? У нас здесь, короче, артиллерия. У нас здесь вот эти огненные танки. Но вот эта вот артиллерия, не знаю. Надо как-то, наверное, к ней продвигаться, чтобы ее снести. Чтобы кого-нибудь сразу отправить на правый фланг. Так же, как мы там пытались, чтобы отвлекать. Так, ну ладно, давайте так. Давайте у нас вот сюда пойдут ребята. Или вот сюда. Пойдут сразу сюда. Пулеметчики. Следом сразу танк. Его еще обгонят. Хотя танковать лучше, мне кажется, с пехотинцев начинать. Слушай, ты не бей, ты по нашим. На вот тебе, потеряйся. Если я ударю со ската, она, по-моему, довольно прочная. И все это дело переживет. Поэтому я скат оставляю на момент, когда мы сможем подойти поближе. Ну вот смотрите, да, ей только половину здоровья снесло. Вот в чем загвоздка. Что, ребята, вы пойдете ее бить? Я же вас вроде сюда, к ней отправлял. Ну, собственно говоря, друзья, все понятно, да? В общем, понятно, что здесь довольно-таки жарко. Что сюда надо брать какие-то значительные силы. Ну, давайте, давайте. Кого мы сюда потратим? Эту миссию нам в любом случае надо проходить. Это не та миссия с двумя пси-батареями, которую мы можем бросить, потому что потому что, ну, друзья, нам жетоны нужны. Нам надо костюм открывать, да? Эту миссию мы бросить не можем. Мы возьмем сюда свою артиллерию. Мотовзвод. Мотовзвод, сколько ты дамажишь? 26 тысяч. Ты дамажишь больше вертолетов, ты бьешь дальше вертолетов, ты находишься на более безопасном расстоянии, чем вертолеты, так вперед не лезешь, и у тебя больше здоровья, чем у вертолетов. Мотовзвод, да черт побери, ты гораздо лучше вертолетов. Что еще? Мы возьмем фурию, которая будет вгрызаться. Фурии не так уже много осталось, их надо беречь, они занесены в красную книгу. Мы возьмем... Мы возьмем спецназ ястреб, почему бы и нет? Эти ребята, они... Они вроде дохнут, они вроде не такие крутые, как, например, вот эти ребята. Они наносят свои 8 тысяч урона, но они хороши... В принципе, они хороши в тех миссиях, где их можно, знаете, как выставить с респауна, когда техника подходит, прям какая-нибудь элитка к вам, рядом к вашему флагу высадки. Они все по разу стрельнули и тем выполнили свое назначение. Ну ладно, мы их пока что не будем сливать, сольем отряд с мстителей, не знаю, поможет нам это или нет. Возьмем одного... Одного вот такого можно парня взять, он, в принципе, все затаскивает. Деймос это просто вещь. Деймос опасен. Эффективен против пехоты? Или погоди, или ты опасен? Я что-то в вас путаюсь. Не, по-моему, вот этот парень опасен. Да, вот он восстанавливает себе 5% здоровья, и он там живет практически бесконечно. Он постоянно отхиливается. Вот этот парень крут. Но я даже не знаю, их всего 3 штуки осталось. Они в красную книгу занесены. Давайте вот так попробуем. А там уж будь что будет, может быть это еще, не поскупиться, взять какую-нибудь поддержку себе. Здоровье легкой пехоты. У нас там легкой пехоты? 4 отряда. Нам бы, в принципе, почему бы и не здоровье легкой пехоты? Так выпьем за здравие легкой пехоты. 15%. Давайте возьмем, давайте потратимся. Эффективность аптечек. Почему бы и да. Урон всей пехоты. Радиус действия активных умений пехоты. То есть, дальше свои RPG метать будут. Урон активных умений тяжелой пехоты. Огонь на подавление будет лучше бить. Здоровье всей. Давайте здоровье всей пехоты под аптечки. И мы еще возьмем вот такого парня дешевенького. Ну, в общем, легкая пехота у нас сейчас будет броневая. Ну и попробуем теперь, что у нас выйдет. 3, 2, 1. Вот сейчас он нам, наверное, скажет. Этот мужик что-то он тут говорил вначале. А нет, не скажет. Он, наверное, только один раз говорит. Он настоящий мужик. Ладно. А вот эта штука сверху так и осталась. Так, ну что. У нас есть мотовзвод. У нас есть фурия. Блин, у нас есть целая толпа элитки. И даже страшно, с чего бы начать. А что если попробовать... Вот докуда эта артиллерия бьет? Что если попробовать вот так мимо нее ходить? Сначала сюда, вниз. Как бы не торопиться туда, на передовые позиции. Продолжение следует... Ладно. Ну ладно. Так, фурию, может быть, рано выпустили. Она что-то так вперед несется отчаянно. Так, давайте, ребята, вот сюда. Наш, эти, мотовзвод, ударьте по моей наводке. Не, они не хотят бить. Но, тем не менее, толпа элитки делает свое дело. Он там фурия, бьет артиллерию вовсю. Там уже наши войска подошли вплотную. Ребят, ну уничтожьте ее. Мы уже со всех сторон ее окружили. Сколько она может жить? О, вот, отлично. У нас, кстати, скат есть. Я даже не обратил внимания, давно ли он у нас есть. Но его можно уже, наверное, и не тратить. Да, толпа элитки делает свое дело. Тут ничего не скажешь. Фурия, ты куда? Мины побежала разминировать? Молодец. Было бы прикольно, если бы она еще так мимо пронеслась быстренько, а мина бы сработала. А вот ты тут кого-то нашла. Ну давай, бей их. Опа. Молодец. Теперь тебе на другой конец карты бежать. Не, ну это вообще шикарный наемник. Мне будет жалко, когда они у меня закончатся. Она еще такая крутая и стреляет. И вон там со своим... Я не знаю даже, что у нее там за оружие. Но с чем-то она бегает в руках. Ладно, друзья, забираем награду. Жетончики приехали. Идем дальше. У нас миссия на три жетона. Здесь миссия на три пси-батареи. Если у нас миссия на две пси-батареи меня не радует, миссия на три пси-батареи меня вообще не порадует. И я думаю, миссия на три жетона меня тоже не порадует. Скорее всего, там какая-то миссия вырви глаз. Но делать, собственно говоря, нечего. Давайте вернемся на базу. Сделаем до заказ войск. Я думаю, на миссию на три медали можно сразу идти только с хорошей элиткой. Миссия называется прорыв. Единственное что, ну кто нам здесь нужен? Давайте посмотрим. У нас здесь, ну, два танка. Это как бы естественно. Один джип классический. Два ската. А вот тут уже начинается интересный вопрос. Ну, здесь, наверное, потратим еще одну фурию. Что может быть лучше? Ну, может быть, медик может быть лучше. Потому что у нас здесь очень много пехоты в этой миссии. Может быть, лучше может быть не просто пехота, а какая-то пехота за инфочипы, да? Из элитной техники у нас может быть. Может быть, артиллерия. Может быть, что-то наоборот, БТР. В общем, я сейчас думаю, друзья, миссия прорыв называется. Я пойду посмотрю какие-нибудь видосики. Наверняка кто-то уже выкладывал прохождение. И хотя бы сделаю для себя выводы, какую технику использовать и вообще какие войска. Ну, что сказать, друзья. Я вот сейчас сходил, посмотрел, как эту миссию проходили другие. Заинтересовало видео прохождение. Ну, точнее, заинтересовало. Я только одно увидел, и оно меня заинтересовало. Эдуард Опейкин прошел эту миссию, но он ее проходил. Ну, там вообще вот все далеко даже не так, как у меня было. Там были вот эти вот все слоты войск. Это что у нас получается? То есть, 3 пехотинца, 4 пулеметчика, они все были за... За эти как... Они были все улучшены в тактическом управлении, да, или где они там? Нет, не в тактическом. Они все были улучшены в военной лаборатории. То есть, нам, получается, нужно 3 пехотинца, 4 пулеметчика, танк там тоже был улучшен. Все танки были улучшены, но у меня нет инфочипов на танке. Вот, инфочип, это то слово, которое я забыл. Также, друзья, ну, что сказать. Там использовалась БТР. Вот это вот БТР. Оказывается, офигенная вещь. Почему? Потому что она... Это, по сути, артиллерийская БТР, которая может стоять на месте, в общем, с которой можно играть от обороны. Значит, наш выбор сделан. Покупаем ее за трипси батареи. Там, кстати, использовались вот эти партизаны. Не знаю, насколько они хороши, но их там использовали. Я думаю, ну, их мы сможем заменить на кого-то другого. Хотя, смотрите, у них 740 урона по пехоте. Легкая пехота, элитная, у которой 740 урона по пехоте, гранаты, 3000 здоровья и 5000 урона по технике. Чем мы ее сможем заменить? Ну, давайте вообще так маленько представим, что у нас тут есть из армии элита. Кстати, вот элита, смотрите, она влазит не вся, и даже нету какого-то тумблера перелеснуть страницу. Ничего такого. Так, ну там у нас было что? Там у нас... Можем, в принципе, фурию здесь использовать, наверное, отчасти бесполезно, потому что там будет толпа врагов, и если туда кто-то будет врываться, а именно фурия, то она там долго не проживет. Здесь именно надо играть от обороны. А от обороны у нас... Ну, можно медика выпустить, как вариант. Да, пускай сопартид других. Почему бы, в принципе, и да. 4000 здоровья, постоянный подхил. Это, это да, друзья. Игрок, который... Прохождение которого я видел, он, в принципе, гораздо сильнее меня. У него лига чуть повыше, но я даже не знаю, как там все это зависит от этого. Но у него вроде как должно быть пожестче, а у меня должен быть, я надеюсь, более простой вариант. Кстати, слышал комментарий, что вот эта миссия центра связи, она даже проще, чем вот эта миссия прорыв, которая нам предстоит. Ну, не знаю, не знаю. У него, кстати, надо сказать, вот еще одна особенность. Из поддержки здесь был механик. То есть тот боец, который увеличивает силу вашей... Ну, точнее, дает вашей элитной технике возможность постоянно восстанавливать себе здоровье. Ну, в общем, танки были за инфочипы. Джип, я уверен, был покруче, но я думаю, и враги были посильнее. Я, по крайней мере, на это надеюсь, потому что если нет, то ничего у меня не выйдет. Так, так, так. Где у нас товарищ Джипиус? Вот он у нас, Джипиус. МБТР-Циклоп. Можно, конечно, попробовать что-то вместо ската взять. Там, я не знаю, комплекс кедр. Или там, я не знаю, руку помощи. Комплекс кедр. 13 тысяч. Давайте, пускай. Вот они у меня пылятся. Чего пылятся? Вот ясно же, что сейчас как раз, наверное, одна из тех миссий, где этот комплекс может очень пригодиться. Урон у него вон в два раза больше практически и по пехоте, и по технике, чем мои скаты. Что у нас еще осталось? У нас еще остался Медик. Нам нужна твоя помощь. И нам нужна помощь тяжелого отряда. Он использовал Цикута. У меня Цикута нет, но у меня есть вот тот парень, о котором мы говорили до этого. Вот этот шикарный парень Ари, с которым лечится, который живет как бог, если его целой толпой не закидывают, то он творит чудеса. Ну что? Я не знаю. Давайте с богом, друзья. Столько всего хорошего потрачено, что осталось только потратить немного топлива. Кстати, почему предлагаете купить? Мне даже интересно. 300 золотых всего предлагают. Такой вот. Докупить топливо за 300 золотых. 80 топлива. А надо сколько? Надо больше, да? Сколько надо? Надо 175. Ох, ну ладно, подождем. Я дополню это видео позже, когда у нас топливо появится. Может, там в группу зайду, может, там топливо раздают. Друзья, вот прошло какое-то время. Я наконец-то набил все топливо. И теперь отправляемся продолжать нашу лекарадку. Миссия прорыв. Вот как раз сколько надо на миссию. Я столько и накопил. Но там на 5 единичек топлива больше. В общем, вовремя зашел. Так, что у нас там? Чтобы долго не мусолить. О, одного лишнего взяли, да? Так, так. Как у нас там еще было? Два, по-моему, таких. Нет, два вот таких снаряда. Здесь у нас было... Так, явно не фурия. У нас был медик из легких. Из тяжелых у нас был вот этот парень. Из техники у нас был БТР-Циклоп. И РСЗО-Возмездие. В общем, вот такой вот, друзья, расклад. Специалисты, может быть, да? Может быть, надо было взять под это все дело. Особенно под БТР. Особенно под РСЗО-Механика. Но будем пробовать. Будем надеяться, что мы справимся вот с таким раскладом. Именно благодаря тому, что у меня еще пока не самая высокая лига. Не самые сильные враги. Ну и войска, правда, тоже не самые сильные. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, что из этого всего выйдет. Будем, конечно же, надеяться на лучшее. Так, ну что же, друзья, наконец-то у меня загрузилась карта. Пробуем. Нам с самого начала дают вот эту вот технику возмездия. И она у нас будет участвовать здесь в роли, так сказать, в роли артиллерии, о которой мы будем запирать все остальные войска. Ставим ее сразу в угол. Сюда ставим вот этого парня. И все. У нас начальная оборона готова. Выпускаем Ариса. Он себя полечит. И врагов нам покалечит. Ставим, пожалуй, пулеметчиков. Пускай тоже использует свой огонь на подавление. Ну и пока что все у нас тут выглядит хорошо. Эй, Арис, 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 ты куда? Вперед, не лукайся, не лезь поперед. В общем, в пекло не суйся. Пускай враги сами подойдут. Можно, в принципе, медика высунуть, да? Пускай он тут полечит наших ребят. Ну вот и отлично. Пока что все хорошо. Нам артиллерию только маленько портят. Но в целом все пока что нормально. Мы неплохо идем. Ох ты, это наш медик там? Медика не трогайте, он нас так хорошо всех лечил. Спасите медика. Блин, медик сейчас сдохнет. Может зарядить? Не, еще мне кажется пока что рано. Вот можно пехоту отправить, пускай они с РПГ подобьют. Хотя даже без них бы тут справились, тут все нормально. У нас тут очень хорошо элитная техника заряжает. Нам на левый край на самом деле сейчас пехота пригодилась бы, потому что там у врагов появится артиллерия. Причем появится, мне кажется, уже вот прям в ближайшее время. А мы пехоту так как-то, ну, не очень умно слили. Давайте сейчас пулеметчиков отправим вперед. Пускай они маленько потанкуют вот эту толпу. Ох ты, у нас артиллерия вперед поехала. Вот это мне не очень нравится. Так, давайте, ребята, уничтожить вражескую артиллерию. Ну, все, отлично. В принципе, в этой миссии у меня даже попроще проходится, чем то видеопрохождение, которое я смотрел. Но это, наверное, все благодаря тому, что у меня враги все-таки гораздо, похоже, гораздо слабее. Так, давайте пулеметчиков сейчас отправим вот против пехоты, против пехоты вражеской. И следом отправим нашу пехоту против вражеской артиллерии. Можно здесь маленько подлечить наших ребят. Поставить им временную неуязвимость. Хотел еще танк накрыть, но промахнулся. Ну, ладно, это все уже сдается мне не так существенно. Ребята, только, пожалуйста, идите на вражескую артиллерию. Не надо вот такие вот проходы делать. Ну, в целом, неважно, как они уже пойдут. У врагов войска больше появляться не будут. Все, что у них осталось, это вот эти пушки, которые я бы не сказал, чтобы особо доставляли неприятности. Хотя, хотя, однако, они довольно прилично заряжают. 605 урона по пехоте. Ну, прилично, но ничего такого, с чем бы мы не могли справиться. Отлично. Забираем нашу награду. И, в принципе... Ну, вот мне говорили, что в следующей миссии я слышал такие отзывы, что попроще. Кстати, что нам тут дали? Баги Каманчи. 200 урона по технике, 140 по пехоте. Короче, если это не качать, это ненужная груда металлолома, которая, возможно, только понадобится, если ее так же, как вот наших десантников, будут требовать сдать, для того, чтобы открыть какую-нибудь миссию в каком-нибудь ивенте. Ну, вот то, что самоходная гаубица, это хорошо. Этих ребят я качал. Это я, в общем, молодец. Так, ну, хотел бы я вам показать еще другие миссии, но, к сожалению, у меня сейчас топлива нету. Что здесь надо? Здесь надо бронежилеты и тиранит. Забирайте, подавитесь. Это добро у нас, по крайней мере, есть. Эта миссия у нас откатывается, но это я еще попрохожу. Я хочу покупать в магазине. Ну, в принципе, вот это вот мне очень понравилось. Мне очень понравилась сама возможность брать артиллерийскую, ну, как бы это, легкую технику, да, если так можно выразиться. В общем, я буду стараться, наверное, именно тратить свои пси-батареи и покупать РСЗО возмездие. Потому что, кто знает, когда у нас в следующий раз такая возможность откроется, они идеально подходят для миссии, где надо действовать от обороны. А таких миссий довольно много в игре встречается. Я думаю, я буду сейчас копить пси-батареи и тратить их на РСЗО возмездие. И все, не будет брать ни партизанов, ни миротворцев, ничего такого. Скорее всего, поступим именно так. Так, а это что такое? Награда одна пси-батарея. Я что-то ее сразу не заметил, эту миссию. Она как-то... Тут какой-то черепок нарисован. Данных она требует много. Ну и у нас их немало. Так, так, так. Давайте посмотрим. Заинтриговали. Даже... Я даже не поймусь, что это за миссия. Смотрите. Здесь как бы просто черепок. Не как вот эта откатываемая за пси-батарея. Не как жетонная. Просто какая-то миссия с черепком. Можно было, конечно, сейчас заморочиться, пойти попробовать у кого-нибудь посмотреть, что это за миссия. Но мы будем действовать сейчас на обум. Я даже не знаю, надо хорошие войска на нее или нет. Ну давайте выставим вот так обычные войска и посмотрим. А, господи, ничего мы не посмотрим. У нас топлива нет. Ладно, друзья. На этом мы тогда, пожалуй, и закончим наше видео. Все это дело посмотрим в следующих выпусках. Ну а я на этом прощаюсь. С вами был 111. До новых встреч, друзья.